Почему у нас получилась вот эта стена, например, черная? Мне захотелось сделать, объединить стеклянную перегородку с черным профилем, со стеной, чтобы одно перетекало в другое, поэтому выкрасили в черный. Но опять же, ребята хотели черный цвет видеть в интерьере. Оно не давит, оно смотрится интересным и гармонирует со всеми другими черными элементами в нашем интерьере. Такой вопрос, окна маленькие. И ладно, одно дело, когда вы сделали дизайн-проект, черный-черный, решили. А когда оказались на месте, хватает ли света? И вот когда выкрашивали стену здесь, не передумали ли в моменте? Нет, не передумали. Окна, правда, маленькие. Мы их никак, к сожалению, не могли увеличить, потому что дом находится в центре, в историческом центре города. Мы здесь не имеем права вмешиваться во внешнюю архитектуру здания. Поэтому было принято решение, что мы окна оставляем, такие, как у нас они есть. Но мы не будем здесь размещать никаких штор, паркер, тюли. У нас просто будет красивое обрамление. Тем самым у нас сохранится побольше естественного света в помещении. И мы просто будем использовать вот такие вот шторы накладные, рулонного типа. И они защищают нас от сторонних взглядов. И они комфортные. И не съедают место, самое главное. Да, не съедают место. И само окно, оно смотрится интересным. То есть мне вообще очень нравится, когда есть возможность избавиться от штор в интерьере. Потому что окна, это все-таки такой тоже важный элемент. Он и конструктивный элемент, и элемент интерьера. Хорошо бы его как-то выделить. И было принято решение вот здесь использовать на стенах клинкерную плитку. Тем самым мы сохраняем такую вертикаль. Выделяем окошко. И у нас появляется такой интересный композиционный элемент. А чем вы сделали откосы? Потому что они так выигрышены в один цвет. И сложно ли было это реализовать? Или тоже это какое-то простое, изящное решение? Здесь все решения очень простые. И здесь все делали рабочие своими руками. То есть вот благодаря действительно рабочим все сделали сами. Сделали из простых материалов. То есть это обычные мебель, не мебельные щиты. Это щиты, которые продаются. Вот у нас здесь есть магазин «Деревь-лес». И там можно купить разные толщины. Вот эти вот щиты, подоконники. Это все мы собрали, как конструктор получается. И заказали, не заказали, а даже купили готовые уголки деревянные. И просто подпилили, обклеили, нарезали. И получился такой вот у нас портал. Очень аккуратно, да. Вер, а еще знаешь какой вопрос? Почему клинкер? Ведь вроде бы дом старый кирпичный. Почему не оставили, например, натуральные стены? Натуральные стены здесь были из бруса. То есть если посмотреть фотографии, да, здесь брус в самой конструкции стены. Они были обшиты вагонкой или деревом каким-то. Но нет, мы решили не оставлять. Мы же здесь все полностью меняли, все перешивали. А расскажи мне, пожалуйста, еще про освещение. Люстры придумали, да, такие две массивные, в каждой по 8 лампочек. Но, как часто тоже говорят и в твоих видео, от них нет такого яркого света. Они служат скорее как декор. И здесь было принято решение, что мы как-то еще будем что-то придумывать. Потому что, правда, потолок очень высокий. И света мало. И была такая идея вот со световыми полосами, которые у нас переходят со стены на потолок. И освещают равномерно наше пространство. Вообще ни разу не пожалели, что они у нас появились. И ребята тоже им очень рады. Потому что от них идет основной весь свет. И все освещение только благодаря им, по сути. Стоит сказать о том, что было так же сложно подобрать профили, которые монтируются в полотно натяжного потолка и в стену. И чтобы они по ширине у нас стыковались и сходились. И чтобы эта полоса была действительно единой, без каких-либо разрывов. Но мы смогли, получилось. Тоже обращу внимание, что полосы у нас идут не стык в стык. Они идут немножко в разбежку. Просто такой тоже архитектурный прием. Делать с неким отступом элементы друг от друга. То есть, когда я раньше работала на архитектурной фирме, мы делали фасады. И очень часто делали различные такие нестыковки, которые как будто бы случайно получились. Но на самом деле это так было задумано. Теперь, конечно, про диван. Опять же, целая семья здесь, мама, папа, ребенок. Поэтому диван должен быть удобный, большой, чтобы валяться с маленькими. Возможно, чтобы спать отдельно кому-то. Ну, жизнь такая. Да, конечно. В будущем предусматривается, наверное, что ребенок будет спать отдельно. А спать отдельно я имела в виду, знаешь, когда ребенок маленький, когда у них зубы. Когда они просыпаются по, блин, 10 раз за ночь. У нас муж отдельно спал на диване. Мы, кстати, тоже, я в своей семье предусматривала на кухне диван с этими целями, чтобы муж уходил. Вот, вот, вот. Так вот этот диван в итоге пригождается для спанья он как? Диван у нас этот используется не только для того, чтобы посмотреть телевизор, но еще как спальное место. Он раскладывается. Полноценная двухспальная кровать у нас получается. Также у наших ребят есть мама, которая тоже приезжает к ним в гости. Бабушка. Бабушка спит на этом диване. Диван мы купили у нашего владимирского производителя. Диван.ру. Это наш производитель. Ребята остались им довольны. Бабушка тоже довольна. Спать на нем удобно. Оль, ты часто спрашиваешь в своих видео, где располагается технический инвентарь, сушильная система, гладильная доска. Поскольку полезная площадь у этой квартиры небольшая, было принято решение, что мы это будем хранить под диваном. У нас специальный диван на высоких ножках, и там есть небольшой зазор, куда можно это все сложить. И на данный момент это там. И при необходимости ребята достают и пользуются всем этим.